Приветствую друзья! После очень успешного старта в сфере мобильных ЦАП, компания Mundrop решила выпустить еще более доступное устройство с одним единственным балансным выходом. Да, многие меломаны с наушниками десятилетней давности подобный ход вряд ли оценят, однако это лучший и единственный способ получить максимум мощности при минимальном энергопотреблении. Ну и ничего не мешает докупить наконец своим любимым наушникам тот самый балансный кабель 4,4 мм. Характеристики у девайса космические, мощности и громкости с огромным запасом и все это в практически невесомом корпусе и работающее от любого более-менее современного смартфона или планшета. Я еще приспособил его к ноутбуку в поездках. Еще один очень многообещающий ЦАП, будем разбираться. Собственно, поехали. Пришел аппарат в круглой металлической коробке, как из-под каких-то импортных леденцов. Спереди на ней наклейка с наименованием модели, а сзади перечнем ее технических характеристик. Информации много, однако из важного сообщается лишь о балансном выходе 4,4 мм и наличии аж двух преобразователей Cirrus Logic CS43-131. Внутри находим сам девайс и переходник с Type-C на классический уже USB разъем. Основная часть корпуса Dawn выполнена из металла, окрашена в белый цвет и имеет цилиндрическую форму. Из функциональных элементов на нем находится индикаторный светодиод, балансный выход 4,4 мм и Type-C штекер на несменном прозрачном кабеле. Судя по опыту Moonriver 2, кабель очень спорный и то, что он составляет единую конструкцию с ЦАПом оценят немногие. Потребляет девайс как для балансной схемы просто сверхгуманно. На 5 вольт приходится всего 0,081 А. Ниже, друзья, я еще не встречал. При этом, естественно, никакого ощутимого нагрева у аппарата нет. Из разрешений доступен PCM до 32 бит 768 кГц и нативный DSD до DSD 256. Декодирование MK герой обзора не поддерживает. Никакого шума в паузах я тоже не заметил. По мощности же аппарат выдает довольно внушительные 230 мВт на 32 Ом нагрузки, чего более чем достаточно для подавляющего числа полноразмерных наушников Ом эдак до 250 и абсолютно всех внутриканальных решений. В плане громкости я не выкручивал и 20% на своем ноутбуке, то есть с солидным таким запасом под какие-нибудь очень тугие решения. Под Windows 10 устройство подхватывается автоматически, готовое к работе посредством эксклюзивных режимов в ASAPI. Однако в случае необходимости с официального сайта можно скачать обновленную версию драйверов с поддержкой как старых ревизий Windows, так и ASIO интерфейса, разработанного с прицелом на профессиональную работу со звуком. По настройкам, конечно, все очень минималистично, но то, что нужно, имеется. Единственный нюанс, с установкой драйверов запас по громкости заметно так снижается. Без установки это, например, 20% после 45%. Android и iOS SAP тоже поддерживают, причем на любых приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Не забудьте только активировать этот режим в настройках своего любимого плеера. Есть, впрочем, и специализированное приложение Moondrop Link, где доступен один из пяти встроенных фильтров на выбор, переключение гейна на 2 или 4 вольта и возможность отключить индикатор подсветки, если он вам прямо мешает. Я им особо не пользовался, но по возможностям, надеюсь, все понятно. Измерения проводились в разрешении 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos. И, что совершенно не удивительно, все значения я получил в состоянии отлично. Просто идеальная кривая АЧХ, шумовая полка около минус 155 дБ. Шикарный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения ниже уровня минус 128 дБ, а гармонические так вообще ниже минус 136 дБ с процентным соотношением в 0,005 дБ. Все графики перед вами, друзья. Итоговую таблицу я тоже включу в обзор. Технически просто идеальное устройство, комментировать тут нечего. Подачу же модели можно описать словами эффектно-объемно, но довольно сглаженно. Здесь действительно глубокий сочный бас с легким таким намеком на текстуры, столь же литые широко оформленные средние частоты и естественные, но не менее однородные верха. То есть звук получился предельно музыкальным с крупными насыщенными образами и просто невероятно массивным басом. Прозрачность, детализация и всевозможные оттенки звукоизвлечения это явно не продоун. Из-за чего разнообразная джазовая, оркестровая или тяжелая гитарная музыка звучит хотя и очень внушительно, но в проработку или высокую разборчивость не уходит. А вот для электронных и всяческих популярных жанров здесь реально полное раздолье. Что сказать весело, красиво, молодежно. Как следствие из наушников лучше выбирать то, что даст максимальный прирост в нюансах. Мне, например, очень понравилось как ЦАП сыгрался с TRN Kirin. Планары, как мы знаем, довольно сильны в прорисовке нюансов, где уступают, но разве что чисто арматурным решениям. Вот в паре с ними было действительно круто. Однако стоит взять какие-то динамические наушники или просто с хорошим уклоном в мелодику и получается что-то чересчур однородное. Да, массивно, широко и впечатляюще выразительно, но до стационарных решений или дорогих аудиоплееров аппарат явно не дотягивает, хотя потенциал вот у него точно есть. Так что не удивлюсь, если выйдет обновление прошивки со значительным таким приростом в детализации. Если же сравнить Dawn и Moonriver 2 между собой, то у старшей версии, на мой взгляд, звучание куда более собранное, подробное, но даже близко не такое эмоциональное, как в Dawn. Примерно схожую с ним картину я наблюдал лишь в X-Doo Link первого поколения, который на капельку прозрачнее, чуть менее объемный, но с такой же смягченной сглаженной подачей. Ну а по мне больше всего герой обзора выделяет масштаб звучания, который словно переносит нас в небольшой концертный зал. Нравится вам это или нет, дело вкуса. Однако это как раз тот звук, что способен вызвать вау эффект даже у весьма искушенного меломана. Тональный окрас здесь по аналоговому теплый, а сам звук вкусный и в целом сбалансированный, то есть без перекоса в светлую или темную сторону. Важнее же всего, чтобы вы поняли основную направленность данного устройства. Главным элементом на чаше весов тут выступает макро-контраст, то есть постижение всей картины целиком, без разбивки ее на составные части. Ну а лично мне Moon Dropdown понравился какой-то совершенно фантастической мелодичностью, глубиной, да и вообще размахом звучания. Расстроил же только довольно базовый уровень проработки и чуть ли не зачаточное разделение инструментов. Согласен, здесь это было бы явно лишним, однако хочется чуть больше резкости, хоть капельку прозрачности у тембров. Тут же все очень крупно, масштабно и просто сверх музыкально. То есть отличный от привычного нам подход к звуку, хотя кому как. Уверен, будут как те, для кого это просто магия и откровение, и те, кому все слишком ватно-мутно. К тому же от наушников еще многое зависит. Итогом Moon Dropdown настроили словно в противовес к своему прошлому ЦАПу Moon River 2. Если первое их творение было максимально точным, техничным и лишь с легким таким намеком на мелодичность, то в случае Dawn все ровно до наоборот. Сделали тотальный уклон в музыкальность с просто превосходной выразительностью, объемом и наличием собственного звукового почерка. Так что если вам хочется в техничность, разделение и выслушивание всяких нюансов, то берем Moon River 2. А если надо, как говорится, чтобы душа пела, то Dawn. Внешне же девайс очень симпатичный, мало кушает как для балансного решения, абсолютно бесподобен в технической части и мощный настолько, что без особого труда тянет даже планарные наушники. Да, выход здесь один и тот балансный и кавелевый несъемный, но в остальном девайс просто эталон. Советовать его я конечно же не возьмусь, такая подача устроит далеко не всех, однако если вам он понравится, то ничего другого еще долго не захочется. Бас тут аж до мурашек. Собственно, друзья, на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП MoondropDown. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok